здравствуйте подскажите а вы завтра работаете с 12 12 у вас не надо столики бронировать просто у вас сколько там людей примерно бывает в это время просто мы завтра приедем хотим у вас обзор снять мы снимаем обзор заведений их 12 часам хотели подъехать вот уточнить по поводу столика надо бронировать или нет но у нас кулинарные каналы в том числе мы снимаем обзоры разных заведений в городе москва просто показываем все как есть какая кухня высказывает свое мнение ну я понимаю что вам не надо мы просто приедем для себя снимать спасибо до свидания друзья всем огромный привет приехали на обзор с пашей женьком в очередное заведение не находится позади нас адрес ангарская 38 называется готика выглядит как старинный замок в средневековнем стиле поэтому идем сейчас внутрь посмотрим что там ну и все покажем погнали друзья есть нравится данный формат просим поддержать комментарии поставить большой пальчик вверх ну и также поддержите донатом будет больше обзоров кому нравятся такие обзоры все ссылочки будут внизу в описании также в комментарии как ты думаешь будем давать на кабаки да да не вот такие вот друзья встречаются интересные люди просто которые не боятся камер который сами он остановился и и сам хочет попасть в кадр в отличие от некоторых камера убери вот эта камера убери ладно погнали внутрь должны должны коктейль в шлеме и кувалда или чем по башке погнали кстати формат заведения должен быть в конце примерно по 300 по 350 такой нет недорогое идем внутрь все показывают заходим с самого начала в общем погнали режим работы с 12 до 24 есть что без перерыва это что выходили вчера да пойдем а зачем звонить спросить здесь столики над не надо заказывать вот она быть котика пошла кстати красиво средневековье реально здраво 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 нам на четверых бы столик любой может да спасибо спасибо слушай вообще класс точная копия боевого доспеха дворянина и лема дефон верного услуги карла 6 обзора надо в таких доспехах делать здесь знаешь так как в музее здраво 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 у вас немножко бы снимаем обзорчик для youtube канала для своего но именно обзоры заведения там у нас кулинарный канал чё куда как вы сами думаете снимать но здесь музыка очень сильно играет смотрелся вот здесь стало громче ну ну типа танцпол бар я бы знаешь куда честно присел бы куда-то вот дима на стуле смотри я вот куда-то примерно как в игре пристал очень атмосферное место на самом деле по сайту варить посмотрели и вот каждый отделяется я бы не хотел хотя можно и пациент руси смотрят или каждый как трон как трон с высокой спины горю как в игре престолов ну чё куда ваше предложение смотри больше всего места вот на тех столах будет я бы тоже в той стороне вас давай туда узнаешь как диман мы сядем а ты будешь с той стороны сюда снимать если что ну как за соседним столом вот эти тронут настоящий те огромные ну-ка о муж фотку такую сделать прикинь взять по кружке пиво и у так вот вот это спинка юма и реально троны я так подозреваю выходные здесь диска то есть не а танцпол чик давайте вот как на какой-нибудь из этих да да сам взяты не сними не а два меню ну по заказам по идее одно ужин к это бар на и смотрите вот как сразу тоже у меня уже кожа такая стеснение круто все сделано все выдержано вот именно в этом стиле на самом деле заведение понравилось именно по сайту по своему дороже антуражу очень атмосферно атмосферная поэтому приехали здесь вот всякие димана я думаю здесь лучше полистать потому что прочее не переворачивать тут прям там на сайте фотографии прямо здесь просто лишь написано на сайте есть фотографии да ну смотрите погнали закуски к пиву будем что-то брать причем цены ну вот смотрите друзья сами как бы ну по мне демократичные это не прям цены дорогого ресторана я бы отсюда три бы взял бы например много именно пиво давай вот как сначала хотела план давай погнали давай ты знаешь как начало закуски потом салаты потом основное да ну там есть еще холодные будут закусывать закуски к пиву салаты холодные закуски основное ну ну давай скажем что по курсам нам все это готовим предлагаю смотрите просто сразу идет до гренки чесночные 300 рублей а креветки отварные 350 рублей сразу предлагаю креветки нет да за или креветки жареные кстати 350 это и то и грамотка одинаково для кто за что жареный давай и сыр клярева жареный ну так стать да где не вижу нежный сурсу угу не обжаренный кук на доверяем за 1 хватит сырные шарики выбрать давай ческал они здесь есть с болом конечно сырные шарики все хрустящий короче два сыра жареные креветки это странице все сегодня чувство мы нормально наберем холодные закуски смотрите друзья мы здесь опять-таки огромный выбор вот холодных работа на целой странице и цены мне понравились цены кстати 300 350 практически все стоит женек давайте я вижу балык из красной рыбы это горбуша нарезанная селедку я не хочу к соленья нам не нужны рулетики из баклажанов но это не перчатая вода больше форшмака призы название прикольно тевтонский рыцарь тевтонский рыцарь говяжий язык буженина подкопченая говядина подают с хреном а давай возьмем да вкус да нормальная тема язык буженина с хреном возьмем здесь балык из рыбы будем брать это я смотрел на сайте просто это горбуша ну скорее всего соленая холодного копчения нету просто не немного будет этих мы до горячего не даем надо погнали здесь уже тоже понятно все далее мы закажем салаты вот диман покажи огромное количество салатов самый дорогой из них по 400 зеленый с апельсином креветкой и а вот смотрите кстати сам внизу цезарь 350 представьте просто сдавая с улицей курицы 41 берем цезарь просто посмотрим какой он ну какой какой по размеру соответственно даже цена более чем приемлемая в два раза минимуме у нас диман специалист по цезарю вот он будет оценивать больше нету серьезно предлагаю еще из салатов взять что-нибудь еще где часто что видел я сказал дорогие вот зеленый салат с апельсином и креветками не хочешь просто что-то ну вообще новое это не пробовал нет это норму это нормальное сочетание сейчас встречается в ресторанах ну давай ты выбирай кстати птичье гнездо я вот куриное теле я взял шампиньоны переписанные яйца картофель огурцы давай гнездо птичьи потому что по идее он должен делать с картофелем пай если я не ошибаюсь ну здесь ну может везде разного посмотрим да я понял о чем-то большим салат паш выбирать тоже салат какой-нибудь давай я птичьи гнездо давайте все внизу птичьи не я отвлекся когда мы опоздали его птичье гнездо цезарь куриный и все дару салат травой это присел не хочу честно но это как моё далее погнали горячие закуски вот я сразу смотрел на сайте предлагаю жульен причем предлагаю такой такой здесь и грибной кури строганов днем по бестроганов может сказать ну какой должен подожди может до них не зашли короче еще возьмем жульены если вы хотите мидии просто не блинчики царские с красной икрой прошла ну ладно возьмем короче по жульену и того и того попробуй супы мы друзья и но не снимаем потому что заказываем вторые блюда очень много паста я думаю пациент сразу осмотреть здесь все практически вот 304 триста триста пятьдесят триста пятьдесят вот лимонки может дойти до сюда вообще сейчас далее цены после супа цена уже радует посмотрим где ты а вот паста смотри я думала злым я поставлю потому что это уже будет объединиться просто рыбные блюда моего жареная на сковороде вот я смотрю на сайте захотел взять филе судака по пользу но это скорее всего припущенный судак и соус голландес давай же быть а может быть такая все-таки жареная мой вы мы везде заказывали там или корешку или моего это ну все и там в этот в этот соус должно идти масло сливочное и в тертый тертое яйцо отварного давай проверим просто нет может быть везде просто подачи разного и так уже много дальше смогут теперь мы дошли до мясных блюд стоит и свит часто нам лучше стейки свиной шейки свиная вырезка в беконе свиной карбонат вот это все то что я зачитал часа по 300 рублей да мне кажется это обычное мясо жарко и тапом в горшочке было ну понятно что обычно ребра соусе дыми глаз ром возьмем одни ребрышки возьмем за три сотни но и к самым последними обжаренный говяжий стейкс мотором томатом соусе дыми глаз красный сход не может возьмем говядина бурбон как что пожаре на говяжий стейкс я смотрю там просто соусе дыми глаз мы без любых я думаю давайте давайте будем попробуем да ну давай пока вот это закажем потом мы посмотрим дальше это даже очень много на самом деле уже много этого хватит пока это убираем и сейчас давай а как убираем еще будем говорить делать заказ сейчас все скажем и здесь хамовники ничего у нас пошло и вас смотрите хамовники не фильтрованная друзья пшеничная не фильтрованная 05 значит стакан стоит кружка 230 1 литр 450 предлагаю сразу взять 10 на 10 рублей дешевле выходит предлагаю взять поле трошки отчет смысл диван тебе 05 просто есть и другое пиво и ману полтора фусона есть жигули кстати здесь не такой большой не один вот это другая страница вот еще а вот здесь пошли так это интересно бутылочные или нет стелл эстрелла дам какой-то нет кстати тоже не тресли и литр мы можно будет потом я думаю считаю это им правда скорее всего балан тайс балан тайс приключен пиво 200 рублей на 33 320 05 короче тайна берем хамовнику для начала и все что заказали ну сейчас закажем надо указать меню главное ничего не забыть все и дальше включимся по мере как нам будет поступать на стол блюда сколли рано кстати 1324 ну вот мы зашли еще я буду даже разделить нашли место и только посмотрели меню были не уехали мы очень далеко сегодня прям реально другой трамотку и мы добирались почти вас пункта поэтому говорили может сразу докажем друзья здесь есть рыцари круглого стола собрание из шести видов настоек как символ единого братства рыцарственного поведения круглый стол дошел до нашего дней это 6 шотиков настоек фирменных стоимость 1250 а так все насточки отдельно 230 220 200 грамотки по 50 грамм столбчика здесь 300 грамм это 6 настоек по 50 грамм ну по водочке тут не будем показывать пошли но мне шотик на боб все в парку давай смотри как будет говорить ну вот русскую мнению русскую столичную просто взять столичную да и они стали 50 столичные все ждем официанты делаем это друзья все сделать заказ единственно женек добавил еще туда пельмени потому что пельмени узнали что здесь ручной лепки и решили взять еще пельмени да только рассказать что нам сначала над закуски да если можно вот пивные и салат до горячей да да креветки жареные по салатам печя гнездо цервис курицы julien гребной спасибо расскажите пожалуйста в подачу где нет лимон бы присутствовать он может два кусочка лимона положить плюс еще один кусочек лимон если есть возможность покусы можете разбить холодное с салатами можно закусками сразу же можно приносить потом салаты и горячие спасибо если можно пиво сразу не но реально я как бы просто друзья как я понял очень хорошая женщина официантка зовут ее марина не будем снимать короче очень добрая хорошая просто просила по-человечески не снимать но дело не в этом просто походу она одна здесь в заведении и я думаю что здесь вот реально сейчас посмотрим что мы долго будем ждать заказка и все наши люди чуть-чуть уже пошли кстати пока мы шли вот пока мы заходили три человека сразу здравствуйте проходите то есть они все там на входе они все поздоровали не прикольно отношения как было вообще такой вот момент сколько поваров на кухне понимаешь если повар еще один на кухне они зал большой здесь если посмотреть сидячих мне кажется больше пятидесяти банкетов в агенте 10 здесь как бы не 100 человек не на если бы я сказал уже на 8 здесь только таких столов штук 6 7 здесь уже 50 человек на 100 зал у вас все поэтому если как сказали да то что на бизнес-ланч забивается заведение полностью и это говорит о том что это происходит регулярно и стабильно ну значит персонал справляются такого не говорили что полностью забивается мы звонили просто отстала ну на бизнес-ланч будет или столик надо броню не правильно до меня информация дошла получилась поздно друзья первым принесли пиво спустя наверное минут 8 честно не засекали но как бы нормально сидим здесь единственное главное чтобы музычка нам не перебивала youtube чтобы не ругался надо постоянно говорить что-то языком как будто бы надо я говорю зачитываю рэп под эту кстати давайте пробовать пивас главная мы будем уходить меч у рыцаря не взять да а то картина будет прям вообще погнали друзья сразу вот прям по литру меня нифига себе литрушки это красиво давай порыться по рыцарски по литрушки это по рыцарски нет нет это вам не взял ходить гантельки тягать сама кружка весит ну-ка вполне себе офигенное свежие пиво и динам просто офигенно несмотря на то что это хамовник это не какое-то импортное пиво я кстати не знаю продается ли она до бутылок нет я видел что продается но именно такого вкус не встречал знаешь какая фишка возможно бутылочная отличается от того пива который в кегах но мне так кажется олега это не проплаченный обзор тебя все пока хорошо потому что пока что все нравится марина не реально спокойно вкусно пиво дружелюбная атмосфера вот вот реально это вот что касается очень приятные официанты здесь не молодые девчонки девушки такие среди средних лет но очень ходить на очень вести приемные добрые добродушные поэтому а это всегда подкупает спасибо большое какая классная длинка она крутится тебе дайте мне сюда можно а можете рассказать по вообще что здесь спасибо большое можно лимончик сейчас долечку ту которую дополнительно просили паш зачем кстати не сказал даже вот в ключах блюдца ритка вот подачи здесь все выполнено именно я такого не делаю стиль смотри прям с ручками а и сами да эти кстати смотри какие удобненькие может быть даже где-то такие если есть можно домой прикольно а знаешь для чего сделать рыцарь же в металлических перчатках и типа взять рюмку не так вот палец вставляешь мне кажется это больше знаешь заказ под пивную кружку типа маленькая но пивная круче кстати 50 милитр очень мне кажется это просто стопка с ручкой напишите в комментариях напишите в комментариях спасибо что сделано нормально по четверых это по полторы рюмочки точно не о чем олег а где твоя кепка друзья мы прислушались не лайк комментарии многие писали что это вот краски надо лайк уже не на язычок и что-то типа карбоната хрен и соленый помидорчик спасибо спасибо большое мне пока все нравится кстати смотрите сразу фишка ваш зачем тебе был нужен лимон давай сразу потом а это тоже будет тогда предлагаю раз принесли местную нарезку сразу попробовать по какому-то по какой-то настоечки да не подожди пусть все холодное принесут вот это не хочешь ну ладно я предложил жене он уже живет и прощают друзья научить комментарии правильно поступил что запретил мне сначала нас носить на 7 северном классе реально вкусно серьезно и очень несмотря на то что еще раз повторюсь она отечественная прямо но вот она плотная она пшеничная короче пиво залетает и самое главное но недорогое тоже в чеками горбуши балык из горбуши копченого вот кстати четыре кусочка пашки лимону женёк решил сделать все по красоте причем даже посмотри как он вам уже расставил о и знать друзья все как бы познаете в деталях смотрите какие салфетки вот они там стоят пусть это тоже огромный плюс сразу заведению салфетки дорогие ну прям качественные дорогие салфетки мне пока все вот примут реально хоть и не подробно я чё на это и машина так не поставил ваш сам взял ваш сам взял на просто кстати а я хотел заметить смотрите вот или в перечнице есть перец черный есть перец красный по полюсам папа не на золи если бы если бы хотя бы знаешь вот честно говорю хотя бы стол просто если бы но мы такие гармоша сырные шарики кстати который я думаю сейчас надо прям брать и пробовать потому что пока не теплая суда лжи мне пожалуйста шарик поштовой только я вилку или рукой положение рукой чем для все свои бери рукой я сегодня это на раздачи так ну ладно и чуркульку басятки по-деревенски погромче так вот я вот это видно друзья на пока до твоего стыну знаешь вот через сердце надо попробовать очень крутые шарики вкусно да соус диман бери паш сутца жир соус попробуй реально мне очень зашел короче подняться у вас у вас другого горка до шарики отлично знаешь во первых свежак и вот может быть где-то мы пробовали обычно много всего приносит наставляют и там еще голодные кстати да и просто потому что если попробовать через десять минут уже там сыр не будет тянуться но то есть такого результата не будет это то блюдо которые надо есть тут сразу вот это можно есть вас в общем все мы практически не выключаемся в минут на его уже прошло в общей сложности 15 а нам уже принесли 15-17 она принесли рыбную нарезку мясную и шарики и пиво в общей сложности насколько меньше 20 минут 17 до в ресторане никого или там не и там сидел девушка ну на бизнес раньше возможно здесь рядом офисы какие-то или ну и публикация полетыша в этом районе вообще барана я даже когда шел мы приехали просто досюда чушли полтора километра у нас троицкий ну типа также замка там где нет ощущения что ты в москве находишься пиво попробовали интересно что паша начинаем шалить давай ну начинаем тогда я бы я вот про запускать не буду я просто сделаю вот так я потом сделаю вот так я все я я все расскажу как это называется паша это называется мичелана пашки о том я лавка смотри 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 а ну снизу как это по что это такое что раз но это название мичела надо типа оля томатного газе ну это пивной коктейль пашки смотри мне кажется после этого ты его пить залпом надо нет зачем кстати рецепт смотрел у деда пехура миша тебе привет тогда это уровень нет а вот эта штука как назвал она продается это это мичела на нет и вот это это просто снова это том ям да ну там перец добавил я дополнительно да это она это основа да потом приблизительно чуть-чуть перчика просто лайк комментарий паши я думаю придумает всякие новые фишки друзья подержите лайк вообще кому не сложно поставьте пожалуйста поехали кто-нибудь попробует попробуем я капельку на глотни я просто боюсь она прям очень нет она не острый совсем это коктейль самое главное не слушай подожди я почему я я просто задался целью дома сварить томатное газе но поскольку ее нельзя назвать томатным газе это типа мичела на мексиканский коктейль скажем так его может так назвать но вот основа томатная паста тоже тут есть укрепление основа должна быть кислое пиво помочь который мы пили в вобле вот она идеально подошло бы для вот этого дела я знаю бельгийские сорта все какие-то спасибо спустя вот такое время про воблу значит я подумал почему вообще надо было тут один графин который был кислый просто надо не платить но знаешь как разлили попробуем это сильный такой это сильно можно было спустим мне показалось кислое креветок сразу креветочки не смотри сразу опять таки вот все в деталях знаешь зачем это вода чтобы после креветок там мыть руки вода вот так с лимончиком сюда подается давай пробовать я предлагаю на стоечке бахнуть и уже уже начинать все пробовать что-нибудь стоять у нас давай давай я так и знаю знаешь он запомнил мандарин я возьму клюкву давай поменяемся да не я давай поменяемся я наоборот не убрать типа скажешь а красненькую чему ты хочешь клюкву паш какой будешь я был сам ям не желтенькую вот это да вот там просто перцовка и вот эти диман выбирай да я не хочу паша ты прям в этом понятно можно сказать это перцовка такие кризисы не но это же лишнее будет я уже граблю я уже граблюсь я же вот нальюшу оттуда вот друзья за обзор за вас кстати вискарик можно заказать здесь все можно заказать и кстати хотел сказать всем огромное спасибо друзья кто поддерживает обзоры кому нравится ссылочку оставим внизу в закрепленном комментарии на донат поэтому чем больше поддержки тем чаще будет хоть по заведению сами понимаете что мы не можем позволить часто ходить по разным заведениям поэтому всем огромное спасибо еще раз ну и лайком поддержка комментарии погнали у меня хоре на ухо у меня мандаринка была вообще в лайк ну мягенькая такая хорошая просто смородинка практически смородинка смородина или клюква клюква ошибся оговорился давай начнем я не знаю с чего начать я начну с салата птичьего гнезда спасибо спасибо поехали салат этот салат кстати довольно таки быстро все приносит ну вот народ чуть идет а кстати аппарат время обеденное бизнес и вот по коктейлю это абсолютно летняя тема летом вот если с холодильника берешь пиво и вот это если не ошибаюсь лук творей фри фритированный лук тут не пойму какой морей надо попробовать уж смотри жилья на булочки прикольно подачу в булочке жилья ну прикольно курица картошка огурчик сверху посыпано фритированным луком в составе также перепелиные яйца но я подозреваю что внутри их нету в рубленом виде а вот это яйцо просто я не люблю перепелиные яйца на самом деле поэтому это даже очень хорошо что она просто сверху здесь нет уже в составе я не нашел просто это ну и подача все равно то есть какие-то вот из перчика там сделаны штучки салатику зачет вот честно уже крабовый оливье цезарь ну как-то обычные а такой салат можно вообще ни разу ела может где-то один раз не всю жизнь ты знаешь очень прикольная послевкусие лук добавляет в конце он вроде не не прикольно мы такой мощный как зеленый допустим за там перья давай да ну вот он прям вот такую нотку хорошую да я вообще на самом деле люблю салата в подобном исполнении ну знаешь вот тип простая нарезка заправленный очень вкусный майонезом и провансалем очень вкусный надоел кому оливье на самом деле он простой и не сильно дорогой как сказать по ингредиентам да и что там курица картошка шампиньоны шампиньоны и огурец огурец маринованный да но сверху это лучок опять перепелиное яичко это можно класть может нет так пробуйте заправка по-моему обычная мы не знаю кого у меня этот салат с новым годом свируется есть есть такой да прям реально новым годом запахло нет даже чем-то он похож на оливье на самом деле ну чё добавь туда по факту горошка но по мне он поинтереснее может из-за того то что просто устали вот или может быть кстати ману ты у нас спец порция по размеру ты же всегда не большая за 300 порция за 300 нет ну то есть но если будет порция за 500 она будет больше а за 900 900 как ты брал или просто она будет чуть чуть больше ну реально просто здесь как бы все дешево но и реально не ну не так много что она поменьше даже травы и так много ведь кстати поехали по нам после сделать олег надо давай сделаем фотку и сейчас я хочу накрыть что нам рулена взять там на кресло на кресло только можно делать ну я не знаю можно сделать по-разному кресло кстати тут делали фото идем дальше принесли кстати по моему без кадра нам еще принесли пельмени уже горшочки причем сказали что самолепные и поэтому женёк и заказал женёк давай пробуй в принципе давай все чё по пельмешке пашу я тебе щас дам я вот эту цирику делал его очереди прошел не разкидывали кого чего так пельмени слушайте мне очень нравится ваш давай тебе подам перемене держит форму давай свою вилку и твенка чё ты мне знаешь что кажется после нашего обзора здесь только народу побывает вкусные пельмени действительно домашние лепки это чувствуется по мясу мясо домашнего магазинах вот объяснить чем отличается женёк я просто не знаю как стать технологию домашние всегда отличаются именно мясо мне даже по тесту и не пойму по мясу сразу понимаешь что это вот именно ручной лепки фарш сделаны сами все-таки на заводах там но сою что добавляют скорее всего там либо я не могу тебе ответить точно не на пельменном производстве я не был никогда но моя мысль то что идут какие-то в любом случае большое количество желатина до который дают бульон то есть мясо которое добавляется в пельмени это в основном отходы ну то есть обрезки обрезки то есть я помню раньше в интернете давно давно гуляла видео и она называлась как делается фарш на пельмени что ли и там значит вот эти мясорубка такая огромная и туда скидывают значит полностью коров но это может быть фуранирую но не я думаю то что это просто как бы новинка жили в 100 процентов идут как это выразился нематный конец кожа и вот все такое да вот промышленность сто процентов все это еще закидывается каким там порошком масса вот это который мешается но и за желатин там скорее всего точно используете я просто не но там мясо разламываешь до покупные пельмени даже дорогую а там мясо но не как мясо выглядит этот фарш он как какая-то консистенция не пойми что как паста я просто перемене не покупаю вообще понял я тебя за счет приезжаю на заборах если не я к тому то что если допустим там у меня в семье хотят перемене то у меня налеплены и всегда в морозилке там сделай или любимый сделать но да да но у меня в принципе но слушая кайфует а то мне как бы без проблем непонятное дело очень вкусно и я скажу про пельмени вот он смотрите дем пельмени курс на самом деле я хочу немножко историю рассказать у меня друзья когда мы жили в ульяновске занимались как раз не был пельменный цех но я скажем так кое-что от них слышали да то есть немногие производства которые занимаются кулинарии или лепит пельменей имеют себе в цех где яйца моют поэтому чаще всего на производствах небольших в производстве применяется меланж да то есть это порошок яичный до которые для того чтобы исключить вот этот скорлупу который нужно помыть ее на самом деле она не получается такое вкусное когда ты дома добавляешь чистое яйцо по мне вот так вот даже тесто даже даже тесто отличается ну чем на производстве и меньше дома вкуснее конечно да потому что там и там диктует рассмотреть надзор что ты не имеешь права заниматься яйцом если не месяцах помыть вам помытью езда но будь добрый использовать в личный порошок по-другому нет а дома когда ты лепишь ты естественно яйцо живое разбила туда вот тебе тесто на яйце хотел обратить внимание пашу уже попробовал какой здесь огромный толстый кусок сыра я думаю что здесь огромное количество кляра смотри сколько слугу не стоит кляр так еще сделано ляра чуть-чуть а сыр огромный к нему подается соус я упрям хочу не она просто здоровенная знаешь что фишка вот разрежь просто огромный кусок сулугуни прям реально огромный и я думаю что это дутый кляр а там сыра может быть да я хочу сначала удачи воздушный кляр причем знаешь он не такой жирный вот он хрустит нет вот этого излишнего масла масло нету помнишь как мы пробовали да там в местах красные вот эти штучки до креветки вот съедаешь и вот наш ты масло кому-то выпил кстати же видео спрашивал почему он красным почему что за цвет тут два варианта либо он покрашен свекольным соком кляр либо из него либо это пищевой краситель да ну потому что как сказать как это олег называется жареный слугуни жарен просто опять плюсом да вот кстати сбалансировано очень хорошо он не зашел уже опять как перебивать ну все говорит ночью ну а я сказал что ты не прибывал мне не все говорить сбалансирован сбалансирован сыр с кляром притом для армова сказали то что он не жирный он хрустящий и учитывая то что пока мы разговаривали пробовали другие блюда он простоял на минут семь да и он кстати говоря но сыр я имею ввиду очень но он не затвердел внутри мягенький но я хочу сказать по сыру на самом деле все очень вкусно вот так вот по черной красному я 8 баса был после работы зашел взял порцию от этого сыра или трушку пива и ты уже сытый реально на самом деле она реально очень очень она за река вывод по этим но смотри мы же бы опять был выбор шарики лет я буду вот это они вообще на год нет они сытнее и вот смотри даже на тарелке нет на который подавали нет этого масла с ним течет женек под объясни как делается или это просто долго ну как сказать он долго стекает после но я же говорил то что работа с фритюром это довольно таки технологичный процесс такой то есть это не просто ты закинул достал и выкинул то есть ну должны нужны на самом деле определенные базовые знания как жарить правильно при при каких температурах база чем можно должна например картошка фри картошка по-деревенски она жарится абсолютно по разному времени там разница минуту целую практически вот крылья тура масло да или я допустим когда жарится те же самые там аля киевси вот шесть крыльев жарится при одной температуре и при одном времени ну и соответственно чем больше тем параметры меняются и как бы грамотность том то что если например берется сыр до должно масло стечь когда-то поднял сетку и еще чтобы просто есть остаточное масло всегда сверху например там да если ты когда повар выкладывает это на тарелку это все может масло стечь на тарелку будет некрасиво поэтому подобный продукт подобное блюдо да когда формируется это все промакивается салфеткой и выкладывается что делает вот как я хотел сказать и говорил да сбалансированный вкус непосредственно панировки и в самого сыра то есть мне очень понравилось жили у него у меня вопрос сразу такой более такой серьезно в глубину что называется может быть чем отличается все-таки масло растительное фритюра от фритюрного вот кстати мне тоже есть когда покупали коммерции модели есть притер на если есть масло до запи черное масло есть масло растительное есть еще фритюрный же это продается такой брикет фритюрного жил состав не скажу сразу говорю на том что вы не писали что я умничаю он закидывается фритюр и он топится очень очень долго поэтому в свое время как бы от фритюрного жира отказались да он дешевле и начали заказывать фритюрное масло последнее фритюрное масло с которым я работал она была зеленоватого цвета и она и она обладала каким-то запахом таким вам по не совсем скажем так пластмассы может какой-то отдавал может быть 100 уж пластиковых канистры мне кажется отличие тем то что она наверное там какой-то отжим может быть по процессам другой может быть она более стойкой а если говорить про фритюр именно сам 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 кляр будет разница из на масле мажор и на притюре давайте чё ты чё мне не молчи я не понимаю тут они разговаривают зависит просто от температуры просто если ты например в обычной кастрюле они у фритюрница будешь масло разогревать и не будешь контролить температуру то у тебя масло просто перегорит и у тебя все будет гореть продукт не будет приготовляться будет просто гореть внешнюю часть требуется сова давайте зафритюрное масло за притюрное масло нет нет и хотел знать что давать просто от себя но женек уже сказал реально я думаю ну нет это чисто моя была версия да потому что я не знаток и не повар что отличие именно фритюрного масла от обычного растительного именно ну туда что-то добавлено или как-то оно изготовлено для определенных более более стойком температура возможно она начинает гореть или там дымить при более высоких температурах то есть я не хочу пить за масло я хочу выбить за хейтер статьи вот мне сразу говорю да смотри я пил и давай за хейтеров за хейтеров за хейтеров как ребят мы вас любили я вас люблю они есть у нас да у ложей это отдельные ребята не подожди я можем начать сказать если на если нам плевать спину значит мы впереди да ну знаешь сколько из хейтеров исправилась некоторые повторно давайте давайте пальцы вверх друзья просто кстати пишите комментарии что вы думаете по поводу того же масло или интересно важно или мнение большинства или меньшинства главное чтобы не какого-то секс меньшинства я с томатного вот этого штуки просто кайфую друзья ну и самое время попробовать жульен я предлагаю просто разрезать нас четверо двое попробуют один двое другой на но вот по размеру булочков которые ну-ка кстати жульенец они вообще не мог когда мы работе 1 кокотница 1 300 300 рублей на один грибной и смотри сверху вот это вот сметана я так подозреваю сырная шапочка припеченная на прям нежнейшее то есть видно по консистенции я предлагаю там так вот на двоих пашка на бери прям смотрел наполнение урины джейн а тебе предлагаю разрезать и вам с димана будет значит грибной ну если хотите могу поменяться но есть праздник нет аж бери да 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 и нежнейшую очень сочный сочный я и говорю прям прям вот этот район и подача опять правильный жил как сказал кокотница до называть охотницу в охотник я просто знал но на самом деле в эти кокотницу тарелку может вот эти а ну вот я тебе я тебе скажу что я переворачиваю что журнен был в булочке полочки на первый раз вообще как скажет дружим нежнейшая ну булочка обычная хрустящая вкусненькая запеченная причем я не уверен что они даже сами их пекут наверное крупная опять же мороженое ну да либо замороженная разогрета не укор заведению ну начинка она просто тает в арку и очень вкусно по гречике скажу это оргазмус а я скажу как говорят рыбец 64 это оргазма гастрономика просто ляличка алексей огромный привет привет кстати вкусно очень даст я приведу огромный реально 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 жульян промо зачетная бомба я могу сказать честно дрогать милл и драться мне к чему вообще по шарку мелко еще не то что мы приехали не на обзор а по низкам диман сказал не так очень же это обзор поплачены вот все вот серьезно пока мне докопаться не на чем тут серьезно абсолютно не на чего единственное значит скажу я не знаю я скажу как дома да это готовится только жульен принципе то же самое но нет отдельно допустим а я где-то делится дома не надо прибавить им порция нет но это я просто хотел сказать что могла бы еще здесь третья позиция либо единственная дождевша скажет по ресторанам правильно или нет а есть жульен вот здесь допустим грибной и куриный а дома всегда у меня что маленький что жена что сестра готовит и курицу с грибами и там все вместе и курицы и грибы уже но опять жульян с гребетками можно сделать что ну если допустим взять вот эту позицию да кто-то не из грибы закажет себе куриный естественно то есть это тоже правильно а я бы сделал бы третью просто микс курица грибы ингредиенты те же но в принципе вот просто ввести это как вот мой совет заведению если появится такая третья позиция друзья приедешь еще сразу приеду сюда обязательно на большой обзор не дождь мы такими бочками мы долго-долго шли сюда да она пришли но пиво очень вкусно кстати и вкусно мне пока зашло просто все кстати здесь попробовал а я не пробовал это не язык это буженина языком лежит в хрен прям с хреном макать обычная мясная нарезка ну да ее по чуть-чуть уже съели почти что я из вилки жареную приветку и дать и она еще заметил что вот в современные какие-то рестораны ходишь там посуда всегда там ну какая-то разноцветная я понял а здесь чисто белая все то есть если бы еще посуда была ну не белая а вот прям железная нет разноцветная бывает сейчас посуду там ну понял да а здесь чисто белая вот как бы нет но она белая но она как бы хороших нет все а я разным хорошим но был бы мне кажется еще больше плюс мне прям нравится когда можно и свои пальцы самый большой плюс знаете какой что 5 . сидит на мягком кресле и добра наша излюбленная тема да слушайте но на самом деле пока все очень классно да у нас принципе не так много осталось а нет горячей нам горячей должны мы встали там короче минут через пять через семь-десять минут пять-семь-десять наколи мне пельмешку еще одну десятого себе сразу же забирать я один пельмешку укажу просто ешьте классно честно классно вот кстати попробую 4 кусочка давай кстати каждый чуть кстати я по она обычно я по цезарю давай вот кстати мандова я даже управлял не буду просто ты у нас спец по цену поэтому нет просто говори свое мнение не так много я как вижу рыба обычный матчет хотел за такие деньги но да но и был сам ресторанных которых он стоит по 900 рублей но извините на дело такой цене брали за 900 рублей потом откажут ну может даже туда на обзор по там уже на и по тысячам стоит вот тыс не правильный брусиска да партнер цисками не это не то чем не футбольная команда район ты имеешь ввиду кстати я хочу прошу заметить количество заправки вот помните в бобле сидели листьев напихали нам туда за угрозы было меня да вот здесь он сочный кстати сыра маловато мало посыпали на 300 рублей можно сказать кто знает чем отличался цезарь первоначальный рецепт цезаря вот современного то очень интересный вопрос я думаю соусом не так что подписчики кто знает пишите комментариях я думаю меня там же супа я думаю что меня все да не просто нет или но мне не надо ничего привет там то ничего не сказал сужи по креветкам жареные креветки обычные и крупные ну блин слушать креветки везде дорогие опять за такую порцию ну это нормально закусить кресле очень долго сейчас хотя дома допустим я беру магаданские давать очень редко друзья не надо там думать димана там давать не мажор не мажор никого не мажор крайне редко последний раз на новый год брал привет женёк креветки и через день магаданские здоровые магаданские креветки они как 4 таких друзья прошу не путать вот с этими королевскими которые продаются всякие пятерочка вот эти дешевых те креветки они даже находим их что-то брали они уже по две тысячи наверное примерно за килограмм поэтому порция креветок за 300 рублей извините это нормально мы находимся в ресторане а мы без строга слушали нет точно я знаю для чего я знаю что на себя поймал вот на самом деле сейчас куча блюд стоит на столе я пробовал рыбу но она рыба как рыба на самом деле я вот сижу я сейчас со всего вот этого я я чувствую рыбу как она пахнет нет запах сумасшедший гены до пошли но по вкусу значит скажу обычно рыбу нет это горбуша если бы это нет но опять что мы хотим как республики была семга или поры да ну извините ребята множество это ценник на 3 будет семга и поры поэтому я считаю что объективно судить о заведении ну нет ни о заведении объективно судить о любом блюде то есть ценник на него также должен быть если поставить здесь вот этот цена допустим да вот этот цезарь за 300 рублей и поставить за 900 рублей на котором будет побольше сыра не порция будет там чуть побольше ты отдашь предпочтение я думаю этому потому что блин потому что это 300 они они почти касают признали уже и также по пивасу уже не вот извините с не договорил так также вообще принцип по любому блюду чтобы пивасу извините 450 рублей литр или 450 рублей 05 и вот то который сейчас в некоторых местах было 05 она не вкуснее чем это поэтому я цену всегда кладу ну то есть я служу по цене тоже но конечно мы же все таки это делаем на обширную публику да конечно потому что как бы людям интересно где можно довольно таки себе в кошелек но вкусно поесть качественно попить пиво я хочу сказать то что помнишь заведение где мы были где мы еле-еле там уселись мне пельмени я заказывал это время не были прямо даже самое пока что хотя не знаю самое не самое ну я просто не хотел сказать я просто хотел сказать то что вот здесь да там порции может быть не такие как мы ожидали там рыбки там 5 начали сайт был в центре около красной площади опять тоже нет я говорю подожди я говорю к тому то что вот здесь все отвечает своим деньгам по крайней мере до вкусовым каждого претензий нет никаких видно то что люди стараются то что персонал работает то что повара это делают красиво как говорится красиво души сейчас сидим просто сижу женька слушаю пашу да и вот просто как мы тебе надоелись я не к этому я наблюдаю смотри на виде камеру вот видишь стоит вот такое ведерко и ну как как ее назвать это по любому если заказать шампанское или там возможно какую-то бутылочку крепленького напитка это как а ваччачи скорее всего насыпет лед про засуга не будет стоять нет я обращаю внимание что такое может быть а во многих заведений такого нет спасибо сказал для ресторанка и что в каждом ресторане как далеко не олег олег понимаешь что что на самом деле сравнивать вот это заведение даже с тем заведением где мы пили кислого пива даже не они стоят на разных каких-то ступеньках да сейчас вот это вам тоже помню и вот это я думаю тоже по рыбе я ошибся судак по-польски печеный я думаю то что здесь бешамель либо майонезная какая-то история судак по-польски дальше правильно знаю что но по ребрам джечка по ходу да живет давай начинаем состоит я думаю состоит на который продавал к доверен на год того медиум это с этого с медиума с бурбона начинаем здесь до отдельный ножичек дали потому что ну кстати каждому блюдо ну короче я вот это вот здесь короче могу сказать то что демик должен подаваться отдельно ну смотри грилевая решетка кстати случилось название бурбона но почему помощь прожарка лодан прожарка ну да ближе к не угадали но это не завал данный ну медиум был я так понял вот это вот не то что мы ожидали да 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 и вот это вот это соус деми глаз ему за дженек я сейчас вот сюда чуть-чуть это прям хочу знаешь помидорки да попробуйте у нас соусом тоже время мне кажется просто обычное мясо нет понятно что он ну на меня ребята сорит проян тройка не вкусно не она мягкая но она не пушит не спасибо кстати можно еще потому что 33 литровых и вот такие смотрите мой вердикт это действительно нет во первых этого дам это ну ну не жалко ну знаю что она мягкая она жует она не застрелился но это обычное мясо как я сразу сказал что нет не мраморная диман а знаешь опять цена не кстати будет ли ступал 600 я просто бы на месте заведения вообще прошел блокно жарку вообще для какой приготовить то есть просто говори башни с полгода опить нибудь претензий можно устроить скандал можно сейчас даже за 100 сену сторону покажите меня могут из медиум покажите но знаешь что мы заказали типа на просто взять мясо пожарили да да на гриле не знаю на каком жене ну не может быть даже на электрическом но хочу кстати говоря заметить смотрите черри они прижарены то есть и видимо дали своих томатов вот но они здесь как говорится не туда не сюда сусед зашел честно вот это суши для медлаза вкусный само мясо нет мягкая жуется но для тех кто друзья узнаешь как некоторые попробуют искать мы попробуем стоит и ничего в нем такого нет если вы попробуете такой стейк вы реально старше ничего такого нет если пойти и взять в комнату ну либо даже просто самому купить до кусок мурабельного будет на другой цене ну извините там оценник будет возьмите рибая может быть там на двушку на трёх ребра предлагаю вам их оценить ну не так как у соли короче видно что сверху их просто помазали вот скорее всего ну вот аджика ну-ка аджика соус какой-то понятно на самом деле я и вот рукой к мужу служить пахнет соус свежая аджика ребра аджика прям вообще аджика вот уметь еще такой делать аджик вот там просто аджика который даже не запеклась я там ну их разогрели по всей видимости ну кстати от кашляния смотри смотри мне подали отдельный ножик с мясом тоже для нарезки смотри это аджика вот который шашлык можно окунуть кусок мяса короче это кухня из 90-х не 90-х но и на жареный на резина мангале пожарить кирилл сделал сделать размешать вот такой соус аджичный сверху помазал этом на минутку загрел нет не из 90 здесь представлена по меню классика именно нулевых классическая да то есть медальоны в беконе это все вот именно давно когда я когда я прогулся проходил вот у нас в ресторанах были вот подобные конечно конечно тем не мне салфетку то есть не одновременно и он болен как найти технологии вот даже оборуду такого не даже не причем оборудование может быть как бы тут дело в том то что сама мысль и подача руководителей учредителей может быть здесь просто хотят такое видите почему бы нет смотри я думаю знаешь как я даже назвал по-домашнему вот 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 и знаешь скажу до горячего кстати было бы и ну идеально вообще нет кстати если учесть что сыр это тоже горячая ну которые кляре и так далее именно до ребер и до стейка было все идеально мы не пробовали что судака сейчас тоже попробуем скажем но здесь что говорить обычно я не говорю что они не вкусные друзья они мягкие мягкие удобные вот этот же стейка бурбон который называется да это хорошая обычная вкусная говядина которая живется все да но просто ожидал другого да 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 просто не ожидал но для меня понятие стейка а я не ожидал совершенно просто олег на самом деле думал то что ему стоит бурбон это же мага в кому вот так вот положу не не рядом поставить бутылку бурбона просто вот если взять вообще в принципе это нормально потому что тот же томогат изменить мы купили 4 500 килограмм стоит один килограмм он там что-то для тела футсити да баш да мы самые маленькие нашли который там 5 500 просто нам за стоит выше еще его надо самим пожарить там то есть там себестоимость 6000 рублей как думаешь сколько он стоит в ресторане ну двадцатку ну ну пятнашку ну извините пятнашка или 600 рублей ну просто поэтому нормально нет все соответствует своим наверно данного склад женек по пюрешки кстати нет на туда даже с пюре подается пюре кстати говоря при жареного сверху ну то есть горела горелочка видно прошли да 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 пашки чё расстроился я не заказала что мне кстати друзья я не растет внимание дивану пути реально пусто пусто у женька почти пусто у димана не это к тому кто сколько не даже не мы сказали же по второй у меня мы выпили еще на стойке что я была половина ты мне говоришь фигатор разогнался к ну а потом эти обогнали потому что техника определенные они на опыте ушли вперед знаешь что я предлагаю попробуйте судака и если у нас ничего не осталось там чусь китай шлычки еще пару позиции до заказа шашлык и без троганов еще посмотрим там есть разные ну мы сейчас выберем обязательно покажем но сделаем до заказ короче нас полная знаешь как принципе если вот это все опять я не скажу я обделся ребята покажем я не объелся что здесь присутствует отварное яйцо вот он пюре не в пюре в рыбе а в рыбе да то есть я был в принципе прав в начале видео я говорил какое может быть блюдо вас давать судака по польски но подается тоже на я знаю что предполагаю что во всяком случае по виду так кажется что вот эта шапочка сверху она чем-то напоминает то что был на жульене нет нет похоже на сыр соусом запеченный парка на томатик спасибо ага еще одну нет а я же три я не смогла принести парами где я скажу очень вкусно очень классическая советская такое блюдо прям бомбезная хоть и название вода под этой кстати вот там присутствует яйцо ревошки рассказал там там делается то есть у вас рыбки сверху вкладывать лавинку ну грубо говоря не делается соус вот это я впервые вижу это именно может потому ну поэтому называется по-польски но они используют они к рыбе к судаку либо к треске они не они говорю они как будто вы в польше так делают этот рецепт по-польски да с треской судаком с белой рыбы он делается либо рыба припускается либо немножко прижаривается либо подается соус отдельные это тертое отварное яйцо замешивается со сливочным маслом растоплено соль лимонный сок перчик и петрушка резаная и как бы подается там отдельно ты его поливаешь либо делается сливочный соус аля бешамель например либо майонезный какой-нибудь соус да также либо трется яйцо либо как здесь она нарезается на слайсы то есть рыба соус яйцо соус и сверху сынать и вот сразу не перебивая личное мнение но по что скажи из всех горячих блюд это были ребра но честно ну такой себе стоит это даже был получше чем ребра на мой взгляд опять рыба на первом месте если он так но спасибо спасибо олег ты прям сорвал вот этого я я хотел джинам точки зрения представить график если говорить про как вот биток знаешь прыгает больше или меньше да если говорить про горячие блюда мы сразу опустились где-то на позиции на 4 на 5 шли шли ниже 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 опускались то есть вот горячее блюдо ребра и стейк он прям падал падал падала и рыба опять она вылезла наверх на самом деле я хотела сказать что я хотел сказать что на самом деле горячие горячие именно тема тут все-таки не сильная но с точки зрения рыба реабилитация ребят пока не сильная мы попробуем две позиции ну опять я в говядину убрал котлетка добавил стоит посильнее чем ребра ну ребра же не сверху классически мы засыпали но я бы не стал бы делать не обоглазировал перина зелень лука чеснок можно мы с вами знаем как рыб разно выглядеть на самом деле до 1 киспе тот тут дело просто в том то что подачи и рецепт ребер их очень много не обязательно делать с увидеть не обязательно их допустим можно словосу вид слышал то есть рецептов куча целого и данную подачу можно было обыграть немножко по-другому то есть заглазировать сами ребрышки а вот лук и например сам соус вот этот алиаджика подать к на деле и у друзья в итоге еще заказали три горячих блюда чтобы обзор как говорится получился полным заказали мидии кстати пробуйте будет диман паша и женек я их просто не ем ну пробуйте говорите также у нас будут куриные шлычки в беконе я подозреваю что они на шпажке подаются и по-моему еще куриные котлеты то есть еще кроме мидии еще два горячих блюда будет что они горячие но только принесли до вот смотри жмёк у меня или создается впечатление или она просто что так похоже да вот этот сырная шапочка она же как везде на судаке разве она не такая была на рыбе я обиде на журнение объясняю вот это все запеченное сыром да то что а вы видите то что мы сейчас видим это все кухня 2005 2007 года ну а то чуть раньше то есть это прям вот ну тогда это было прям модно знаешь там запеченная под шапку часто ты естественно можете запекать мидии по-другому без сыра но я думаю что больше а в чем больше вкус в самой мидии я просто слушаю я тебе скажу что я просто съел шапку и она уже вкус со вкусом мидии сама шапка даже уже нас насытилась вкусом мидии ну я скажу так по мне очень сомнительное блюдо потому что же может чуть погромче тоже очень 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 сомнительное блюдо по мне в том плане то что вкус шапки и вкусом мидии при том мидии немножко резиновая передержать отличается ну то есть как бы и шапка она жирная что не сбалансирована с самой мидии поэтому я как бы у вас слушай но по мне я сначала пробовал шапку она прям была со вкусами и как будто узнаете можно съесть шапку но не есть мидию мидию на самом деле она получилась резиновая она такая жесткая на самом деле да все таки передержали все таки горячая тема не тем этого ресторана вам не такой фишки что сами меди отличаются от себя и просто не ем и никогда не ел ну знаешь как допустим как креветка есть там за 300 рублей да есть за 2000 они отличаются сами по себе и сравнивать может дешевые мидии она на самом деле вкус мидии вот и насыщенный он очень вкусный но на резиновая понимаешь она она сама по себе не бывает мягкая но вкус мидии есть и вкус у шапки от мидии тоже очень насыщенный поэтому но во мне он он отличается он как-то нашим как то вот как-то отдельно что не знаю ну то есть я например когда делаю мидии запеченные у меня любит дома есть я делаю абсолютно по-другому и они у меня когда вот ты их ешь они вот все в диффузии как все вместе и мидии и на зомами не готовишь да ни хрена живу хочу шефом сюда пойдешь нет почему женек ничего тебе боком сижу но 450 450 в месяц нет каждому на друзья принесли куриные шелчки в беконе и вот эту плетенку которая кстати стоит уже на граница 350 это куриные шелчки беконя вот это сейчас ваш посмотрим летенка сына и вырезки тонкая из иной вырезки смотри вот лаваш завернута 300 до или 300 или 300 плотом не сразу на вид помидоры из пятерочки самые дешевые не знаю но но не супер дорогие я предлагаю пробовать как бы блюдо и ранее блюда это не помидоры блюда это ну куриное филе это подозреваю даже не да отлично старик свою филе медальоны из курицы не прям ну бери пробуй чуть да у тебя по мне но бери половинку но я говорю плавить сон с чесночным но это вкусно куриное филе не скажу что она пересушенная или там супер сочная обычная нормальная не знаю чем подается бекон на ваш ну а ваш лучок не только огурцы сюда не надо зря куриное филе сочная сочная дата читать глибовит сочно ну окей и партой и не найду его предлагаю попробовать и разрезать не можешь разрезать прям дольничками это угадали посередине прям резону это чем она болит это соус из бекона скорее всего с горчицей если семена горчицы вижу да сколько больше 1000 не 120 или 720 она называется плетенка готика удивительная плетенка из свинины вырезки с беконом сливочным огуречном соусе сливочным горчичным бог кстати она вот прям знаешь по ощущениям сейчас только что наколол вилкой она нежнее чем куриное филе прям паша дайте да то есть она заплетается обжаривается скорее всего просто с двух сторон и закидывается в пар один автомат в духовку дурного духовой шкаф у желая вкуснее реальный сочнее либо для соуса ну и вообще сравнивать куриную грудку и свиную вырезку это такие вещи ну как можно сравнивать мне больше понравилось намного ну я не пробовал но мне курить куриную грудку зашла я скажу знаешь как блюдо незатейливые никакой высокой кулинарии да вот именно обычные блюда которые многие привыкли ты их ездят здесь нет ничего особенного но это вкусно во всяком случае и то и другое горчичный солод капотой раз я слушаю на самом деле я скажу что вот эта свиная плетенка или косичка как делают во первых под водочку во вторых курица это было ну это вкуснее нижние ребра еще даже стейки этом чуть-чуть прощу ну потому что это не такой стоит как многие привыкли видеть в принципе по горячим блюдам здесь не скажу это не вкусно это вкусно но это как-то больше по-простому по-домашнему и больше большинство людей привыкли реально к такой идее и когда знаешь мы даже снимаем многие рецепты жарим стейка прожарки медиум данном хочу видеть сырое мясо то есть это вот этот ресторан для таких людей для кого стоит прожарки медиум они считают это сырым мясом мясом надеюсь на тебя я хочу показать то что здесь просто может так все еще у меня падает здесь чуть-чуть прям не додержали а это свинина она должна быть полностью готова видеть и до красный такой цвет можно и надо не допускается точно то есть вот она лишь переходит вот смотри мне на понятно она должна была дана спорта она переходит и здесь вот видишь вот он не знаю но он он вон смотри я нажимаю даже нет да я вижу просто но короче друзья я предлагаю подводить итоги потому что уже и так видео наверно затянулось на час или больше короче вот какая у меня была маленькая заготовка да что теперь давайте когда мы будем во всяком случае ходить вот такой компании втроем в четверно в четвером я имею втроем три кто снимается мы будем оценивать заведение по трем как бы шкалом ну типа чая просто объяснил первое это антураж и как выглядит само заведение внутри второе это обслуживание персонал и третье это уже именно вкус еды и ну давай чем с тебя вот чтобы не говорили что александр вот давай начнем антураж по пятибалльной шкале антураж это именно оформление само заведение сколько баллов да я начал задавать вопросы серьезно просто я сейчас скажу на нем многие так подписчики даже говорят олег говорит свое мнение последним по поводу антураж ты мастера вот как бы но атмосфер атмосфера 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 здесь очень такая интересная то есть же я не сможем чуть бы короче просто по пятибалльной шкале атмосфера пятерка обслуживание персонал гостеприимность пятерка именно вкусовые качества блюд соотношение цена-качество ну вот именно про цену не надо забыл я понял понял тебя до но 46 вот именно атмосфера сама атмосфера на самом деле крутая по поводу оценки цена-качество я не больше не сфере атмосфера офигенная реально отсюда реально не хочется уходить на побеги бальный пятерка шикарно тоже пятерка все шикарно я хочу сказать отмечу пока вы выходили курить нам без всякого вопроса сами пришли поменяли тарелки на свежий с точки зрения кулинарии здесь все имеет право быть не что здесь понравилось то что здесь не сильно жирные блюда но такое скажем так как будто все на на ппшки до кого на правильном питании находится пытаются да что тут нет жирного текущего кляра здесь нет жирного бекона до который прям льется здесь все очень сбалансировано с точки зрения цена-качество здесь я могу поспорить потому что ну неправильно говорить что слушай ну ты купил себе машину и она плохо едет потому что за такие деньги купил ну блюдо должно быть всегда все равно правильным а здесь вот некоторые вещи какой-то мы сейчас свинину видим до свинина не может не допускается что она может быть красный да говядину заказали медиум ее принесли в завалданили это опять опять какой-то минус определенный да но не может все быть заведение хорошо но реально люди стараются я бы честно говоря поставил вот вот так общую оценку 4 8 из 5 блюдо 48 но я бы хотел сказать но просто я придумал так оценивается заведение не только по еде но и по отношению по антуражу да извини ты будешь сидеть где-то но грубые там на скамейках за каким-то там столиком в зоопарте да только за это тоже уже минус заведение антураж вообще вся атмосфера пятерка обслуживанием персонала пятерка они стараются несмотря на то что здесь немного официант я не знаю возможно здесь специально вечером концепция такая что они знают когда есть проходимость народа может быть только пятницы и суббота здесь светком раз такой зал возможность работать дополнительные люди хотя на самом деле сегодня не какой-то там супер длинные задержки мы не испытывали все подносилось нормально как и во всех заведениях по блюдам честно скажу до горячего цеха я поставил до 5 из 5 после горячего цеха стейк вот ну вы поняли да стейк ребра честно ребят ребра тройку мы не до ребрам даже тройка до по кухне но четыре с половиной опять знаешь как цена качество никогда не надо забывать сколько это стоит и если честно общая оценка не искали по пятибалльный 4849 потому что подкупает атмосфера подкупает дружелюбие и атмосферы но папа общей оценке я тоже ближе к пятерке до 48 есть на есть позиции над которыми нужно поработать все-таки горячая тема все таки да 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 не просто это видео даже послабовано же посмотрят там руководство ли кто-то я нереально сделал какие-то выводы и наоборот это видео не для того чтобы кого-то вообще любой наш обзор ребята он не для того чтобы кого-то там сказать вот это говно сюда не ходите вот это круто сюда ходить и наш обзор это наше мнение и наши наши оценки да и мы показываем же все по фактам как она есть мы же не придумаем с собой там не приносим чего-то или вот это вот розовое новом если она здесь розовая значит он здесь розовый я не из кармана не подожди когда-то когда человек купил сам за свои деньги он может говорить абсолютную правду поэтому здесь абсолютно все честно ребят плюс как бы есть еще один такой нюанс по поводу меню когда меню очень большое когда она действительно большой всегда страдает зачастую я скажу так не всегда зачастую страдает качество блюд но здесь он не очень сложилось большинство блюд но она ксана нормально нет во всем позициях допустим по здесь две некоторых зверей вы видели 10 но опять же хочу сказать то что как бы здесь вот именно нет такого то что знаешь вот те приносит и все плохо то есть есть именно да даже не их недочетами даже не назвать а именно нюансами потому что говядина которую нам принесли она была ну мягкая до ребра те же самые которые мы ожидали там увидеть другие но они они были съедобные то есть мясо слезала с кости то есть когда но есть нюансы именно по вкусовым каким-то моментам но все предлагаю на этой чудесной ноте заканчивать видео друзья вы сами все увидели заказали кучу блюд кстати вот прям сейчас поставьте на паузу и напишите как вы думаете сколько чек я так прикинул 8 я тоже хотел сказать 8 я ровно 87 7 8 500 8 диман 8 можно человек нам девушка ну и сильно сильными палками не бросаетесь на самом деле мы хоть и готовим сильным палкам но все равно они же все-таки сучками пошла твой напиток зашел да да не не у меня не было больше я перца добавил а перца добавил ладно друзья завершаем видео ставьте пальцы вверх пишите свои комментарии пишите куда еще сказать какие заведения поддержка комментарии всем пока быть добру и всем здоровья здоровье самое главное а кому интересен рецепт моего коктейля отдельно пишите всем пока пока удачи